Всем привет! Меня зовут Алексей, Захарчук, руководитель компании X-Remont. Сегодня хочу вам рассказать о том, как производить замер объекта в помещении, именно для отделки помещения, так скажем. Сегодня мы находимся на существующем объекте одного из наших заказчиков. Работы чуть-чуть приостановлены, поэтому есть возможность спокойно вам обо всем рассказать. Существует два вида замеров. Первый вид – это когда у вас уже есть дизайн-проект, и вы приходите на объект для визуального осмотра, а именно для того, чтобы удостовериться в правильности совершения замеров дизайнерами. То есть, как показывает практика, замеры не нужны, а нужен чистый визуальный осмотр, посмотреть в каком состоянии стены, какие, посмотреть высоты, допустим, раструбов канализационных стояков, замерить высоту помещений и оконные дверные проемы, что чаще всего забывают сделать дизайнеры. И пометить это на листе «Замер». Сегодня же мы более подробно поговорим о том, как осуществлять замер помещения, когда дизайн-проекта нет. То есть, вот тут и возникают основные проблемы, основные нюансы. Собственно, сам замер начинается с того, на чем вы будете пересадить. Это лист замера, в котором желательно, чтобы лист был расчерчен, так скажем, для удобства замерщика. Был карандаш им удобнее писать. То есть, при засаливании листа пыли на объекте, то есть, с карандашом не будет никаких проблем. На примере листа замерок хочу вам показать кое-какие нюансы. Обязательно замерщик должен спросить у клиентов фамилии, имя, имя, очень чисто, чтобы знать, как в дальнейшем обращаться. Контактный телефон, электронная почта. Для того, чтобы выслать расчет клиенту, дальше адрес объекта, указать этажность объекта. Так, этажность объекта, это влияет в первую очередь на стоимость погруза-разгрузочных работ. Дальше, высоту помещения, они ему уже говорили. Здесь, пример чисто виртуальный, допустим, это у нас одна комната. Мы обозначаем обычно первая, допустим, комната, гостиная. Далее мы рисуем ее геометрические размеры, допустим, 4000 на 4000. То есть, она 16 квадратных метров. То есть, мы, получается, указали высоту помещения, мы указали геометрические размеры, мы указали размеры первого оконного проема, это 200 на 1400, и глубина 350 в результате чего мы можем посчитать откосы все, посчитать ширину подоконника. Также мы указали размер дверного проема, существующего D1. Вот, указали его ширину и указали толщину стены. Для себя мы сделали пометку о том, что у нас дверной проем остается без изменений, так как у нас будет на полу паркетная доска, допустим, которая имеет толщину полтора сантиметра, плюс какая-то заливка пола. То есть, соответственно, мы перейдем на 2, получается, метра 6 сантиметров. Для себя мы сделали пометку о том, что у нас существующие стены кирпичные, пол у нас, получается, стяжка базовая, потолок плиты, получается, перекрытие, откосов сейчас нет. Что нам нужно? Стены с первой по второй, со второй по третьей мы готовим, допустим, под покраску, а вот эти мы готовим под обои данные. Мы, получается, указали в листе замеры. Указали то, что у нас потолок будет натяженный, пол паркет, откосы из гипса, картона, плюс окраска, плинтуса у нас будут пластиковые, по электромонтажу указали здесь, что будет люстра, указали о том, что будет 6 точных светильников. Также показали, что будет 4 розетки, это условное обозначение, и указали о том, что будет 1 двухклавичный выключатель. И обязательно, если нужно какой-то между стенами, где-то угол 90 градусов, обязательно уточняйте у клиента и ставьте это на плане замера, то, что здесь нужен 90 градусов, потому что подготовка разворота стен под 90 градусов ведет всегда к удорожанию стоимости. Обязательно должен быть ваш телефон, должна быть ссылка на сайт, на электронную почту и на звание компании, потому что очень часто бывает так, что клиент просит сфотографировать лист замеры, выслать ему на Viber, на почту и так далее. Когда у вас есть ваши контактные данные, это удобно для клиента, для того, чтобы клиент мог потом обратиться. Ну, вроде бы по листу с замера все. Замер производит желательно лазерная рулетка, необычная, объясню почему. То есть, это экономия времени клиента, то есть, замер происходит в 3-5 раз быстрее по сравнению с обычной рулеткой, потому что замер помещения в среднем идет от 40 минут до часа 20, это с выяснением потребностей клиента, что он хочет. То есть, что он хочет, постелить на пол, в каком он виде хочет иметь стены, потолок и так далее. То есть, соответственно, если вы уделите только 2 часа времени замеру, то у клиента не останется время на выяснение его потребностей, да, так скажем. То есть, это то, что касаемо лазерная рулетка и обычная рулетка. Обратите обязательно внимание, фиксирует ли замерщик высоту помещения. Казалось бы, это не важный момент, но на самом деле от высоты замера зависит правильность расчета площади стен, зависит стоимость работы, потому что у многих компаний при высоте более 3 метров помещения есть повышающие коэффициенты на работы, потому что приходится сооружать подмасти, перекатывать лица, тратить время на подъем по этим же лицам, на подъем красок шпатлевок на высоту. Соответственно, обратите внимание, снял ли замерщик высоту помещения. Обратите внимание, зафиксировал ли замерщик ширину, высоту окна, а также глубину окна. На что вот это влияет? Это влияет на то, что у нас будут посчитаны откосы в работе, то есть замерщик не забудет указать, глубина посадки окна влияет на стоимость этих откосов, также размеры окна влияют на площадь обрабатываемой поверхности стен, потому что по большому счету вы не шпатлюете, не штукатурите окошки, то есть данная площадь вычитается из общей площади стен, то есть тем самым вы удешевляете стоимость работы. Также обязательно необходимо зафиксировать высоту дверного проема и его ширину. Для чего это необходимо? Во-первых, существуют стандартные размеры полотен по высоте, по ширине и так далее, то есть вы можете уже предложить клиенту смонтировать стандартное, что будет дешевле, или же смонтировать полотно под заказ, это первое. Второе, по высоте проемов здесь также стандарт или заказ. Если мы готовим, допустим, под стандарт, то высота проема от чистого пола должна быть 2 метра 6 сантиметров, то есть в данном случае у нас 2 метра 12 сантиметров, но почему? Потому что мы не знаем, какая у нас будет еще подготовка пола и какое покрытие будет на полу. Мы с клиентом взяли, получается, здесь паузу и высоту проема нам придется потом уменьшать по факту уже того, когда мы определимся, какое будет покрытие на полу. Поэтому обращайте внимание на высоты. В смете вам должны будут посчитать, увеличиваем проемы, либо занижаем, либо оставляем без изменения. То есть для вот этого необходима высота. Обратите внимание на то, что осмотрел ли замерщик канализационный стояк. В данном случае в доме обязательно вентиляция канализационного стояка, чтобы была выведена на крышу. Если брать, например, по квартирам, то имеет важность высота установки именно выхода от тройника. Если тройник выходит, допустим, слишком высоко, то вы не всегда сможете поставить, допустим, душевую кабину, инсталляцию, допустим, так, унитаз на том уровне, на котором вы хотите. Вам придется либо понижать уровень тройника, либо заливать, допустим, уровень пола. В данном случае все хорошо, потому что у нас основной ввод канализации идет в пол, а далее в грибную яму. Самый правильный вариант, это как раз таки монтаж трубы в пол. То же самое, сразу же смонтируем вам душевой трап, о чем мы уже впоследствии можем не беспокоиться. То есть, также обратить внимание необходимо на то, как выведены все выводы холодного и горячего водоснабжения, закреплены ли они. Если же они, допустим, не закреплены, то обязательно заложите в расчет фиксацию выводов горячего и холодного водоснабжения. Да, не забудьте у замерщика взять визитку, чтобы потом вы могли связаться с нами. Записывайтесь на замер, ставьте лайки к этому видео, подписывайтесь на наш канал, обязательно оставляйте комментарии, что бы вам хотелось увидеть из следующих видео и что бы вы хотели улучшить. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Всем пока! Замерщик должен обязательно произвести фотофиксацию вашего объекта, чтобы не забыть о всех нюансах и правильно посчитать их в смете. Субтитры создавал DimaTorzok